МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Пикет без требований. Сотрудники органов внутренних дел собрались утром 18 июля перед зданием Генеральной прокуратуры страны. Тайны Великой Абхазской стены раскрываются. Завершается первый этап научного проекта по исследованию исторического памятника Абхазии. Пикет без требований. Несколько десятков сотрудников органов внутренних дел собрались утром 18 июля перед зданием Генеральной прокуратуры страны. В том, чего хотела милиция и почему именно в такой форме пыталась разобраться моя коллега Элеонора Гелаян. Говорить о цели подобной акции силовики не спешили. Требований вслух не высказывали. Ситуацию на месте прокомментировал в нашей съемочной группе министр внутренних дел Гарри Аршба. По его словам, подобная акция сотрудников МВД Устенген прокуратуры связана с делом Анзора Тарба. Точнее, задержанием подозреваемых в совершенных пытках. Нет, это все сотрудники милиции. Это все сотрудники милиции и родственники тех сотрудников, которые задержаны. Они крайне возмущены за то, что сотрудники милиции находятся под стражей. Они говорят, есть такие процессы, когда сотрудников бьют, сотрудников колотят, убивают, стреляют. Мы, говорят, не хотим, чтобы в отношении сотрудников, ну, понимаете, сотрудник не хочет сдавать своего сотрудника. Они хотят рядом все находиться, чтобы находились. Наши действия, я уже дал команду, чтобы все разошлись отсюда, чтобы не устраивать этот концерт, который сегодня здесь устраивает. В котором мы разговаривали, все должно быть в законном порядке. В полдень 18 июля в парламенте должны были состояться закрытые слушания о ходе расследования по делу Тарба с участием министра внутренних дел Гарри Аршба и омбудсмена Асиды Шакрыл. Однако, как известно нашей редакции, депутатский кворум не набрался. Тем не менее, встреча прошла. По ее окончании мы обратились за комментарием к депутату парламента, экс-министру внутренних дел Раулю Лолуа. Говорить о проблемах правоохранительной системы точечно он считает неверным. Есть комплекс системных проблем, частично запущенных, частично устоявшихся. И именно они, по убеждению Лолуа, становятся причинами подобных прецедентов. Наша правоохранительная система деформирована. В полном понимании этого слова, насколько это глубже можно понять, она деформирована. Поэтому, в принципе, сотрудники сами пытаются проявить, скажем так, их безнаказанность. Что в отношении их осуществляются какие-то меры. Но здесь важно понимать, чтобы следствие вело правильное. Чтобы отношения всех задержанных справедливо расставили все акценты. Когда идет недоверие, тоже возникает и у них тоже недоверие. Но здесь есть, пока еще есть, я так понимаю, министр внутренних дел. Который отвечает за, в том числе, и за их выходки. Никакие сотрудники внутренних дел, никакие митинги не должны проводить нигде. Тем более, около здания прокуратуры или где-либо в другом месте. Они должны сидеть, находиться на своих рабочих местах, ждать то решение, которое будет принято вышестоящее начальство. Руководство. Общество этим занимается. Парламент тоже этим занимается. Все следят за тем, что происходит. И сегодня делать такие шаги, это получается, что министр внутренних дел не контролирует или плохо контролирует ситуацию, которая происходит в стенах МВД. Применять физическое насилие к подозреваемым, пусть и в особо опасных преступлениях, когда речь идет не о самообороне, непозволительно считает Лолуа. Однако, объясняет он и то, кто способен прибегнуть к такого рода методам. Это делается потому, что сами сотрудники не квалифицированы с низкой квалификацией. Понимаете? Потому что они перекрывают свои незнания, как фактически человека опросить, как его допросить, как сопоставить факты, как привести доказательства, подключить следователя. Они применяют в этом отношении такую силу, физическую силу. И думают, что иногда это проходит, потому что человек просто сдается уже. Понимаете? Когда долго бьешь человека, у него происходит отторжение. Он просто сдается, перестает бороться и все. И понимает, что в безысходной ситуации он находится. Это все потому, что, еще раз повторяю, люди не знают, как работать. Это не сотрудники. Это не сотрудники Министерства внутренних дел, которые должны фактически защищать граждан. Это те, которых нельзя подпускать к системе МВД. Главным, считает наш собеседник, необходимо признать объективное расследование всех случившихся цепочкой преступлений. Подобно тому, как прозрачно и справедливо должно вестись расследование о похищении Умара Мирцхулава, надо и провести расследование о виновных в смерти Анзора Тарба. Закрыть рот сложно там задержанному. И, конечно, будут слышать все те, которые находятся в этом здании. Но я, насколько понимаю, все это происходило уже после рабочего дня. Конечно, 12 часов ночи только оперативные сотрудники, те, которые там были, они и могли применять. Но другой вопрос – кто эти люди? Кто эти люди? Вот важно установить правильно степень участия каждого. Те, кто, скажем так, не заслужили, не должны понести наказание. Под таким давлением, скажем так, это будет делать неправильно, понимаете? Факт есть факт, что задержанный скончался. Обязательно должны быть фигуранты. Те, которые применяли такие методы, а здесь мы видим, опять же, методы, какие были применены, они должны нести наказание. Напомню, в ночь на 11 июля скончался содержащийся под стражей Анзор Тарба. Он был задержан по подозрению в причастности к похищению Умара Мирцхулава. Министр внутренних дел Гарри Аршба назначил служебную проверку. 13 июля столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении оперативных сотрудников Управления уголовного розыска МВД по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей. На данном этапе в интересах следствия имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абазатовая. Подозреваемые в убийстве Квициния объявлены в международный розыск. 17 июля Сухумским городским судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочным в отношении Милана Панцулая и Зураба Панцулая. Подозреваемых в совершении убийства Айнара Квициния и покушении на убийство Леона Квициния сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно имеющимся в материалах уголовного дела данным, братья Панцулая после совершенных преступлений покинули территорию Абхазии через государственную границу по реке Псоу, в связи с чем следователям прокуратуры города Сухум было вынесено постановление об объявлении последних в международный розыск. Соответствующие материалы направлены в управление по международно-правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры для последующего направления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Турецкое село Исмаханым, в котором проживают абхазы, подтопило после сильных дождей в среду 17 июля, рассказал спутник-репатриант из Турции Хайри Кутарба. В районе Дюждже уже третий день идут дожди. Подтопило село Исмаханым. Там живут мои родственники, с которыми держу связь. Мы созванивались вчера вечером. Они сказали, что вчера их подтопило. Вечером дождь вроде как прекратился, но ночью снова начался. В результате вода поднялась до второго этажа, рассказал Хайри Кутарба. Как рассказал Кутарба, стихия нанесла большой ущерб жителям села. Сильный поток воды унес машины. Сейчас связь села с другими районами прервана. Дороги смыло, подача электричества временно прекращена. Он также добавил, что жителей подтопленного села сейчас эвакуируют на вертолете. Как сообщил нашей редакции по телефону представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, наводнение нанесло серьезный ущерб жителям сразу нескольких абхазских сел. Подтоплены не только Исмаханым, но и Дилавер, Улу и другие села. Также частично пострадало село Кабач, где проживают представители фамилии Бганба, сказал Харазия. Среди населения нет жертв и пропавших без вести, подчеркнул он. Среди населения нет жертв и пропавших без вести, подчеркнул он. Среди населения нет жертв и пропавших без вести, подчеркнул он. Среди населения нет жертв и пропавших без вести, подчеркнул он. Среди населения нет жертв и пропавших без вести, подчеркнул он. И по последним данным уровень воды снизился, так как дождь, ставший причиной наводнения, прекратился. Медикаменты и продукты питания поставляются также на вертолетах. Министр иностранных дел Республики Абхазия Деур Кови 17 июля отправился с рабочим визитом в Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской революции. Об этом сообщается на официальном сайте Внешнеполитического ведомства Абхазии. В рамках визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых состоится обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего Абхазо-никарагуанского сотрудничества. К другим темам. Тайны Великой Абхазской стены раскрываются. Завершается первый этап научного проекта по исследованию исторического памятника Абхазии. Наша съемочная группа вместе с археологами посетила территорию 6 и 7 башен и узнала, что нового и интересного нашли специалисты на месте самой загадочной конструкции страны. Об этом Анастасия Никонова. Сейчас мы находимся в селе Багмаран Кульрыбского района на одном из гарнизонов Великой Абхазской стены. Речь идет о так называемом Келосурском гарнизоне, который расположен вдоль одноименной реки. Здесь, по словам абхазских археологов, сосредоточено большинство фрагментов Великой Абхазской стены. На месте, где сейчас активно идет исследовательская работа, расположены фрагменты двух башен под номерами 6 и 7. Шаг за шагом специалисты, согласно карте, составленной археологом и историком Юрием Вороновым, исследуют путь древнего памятника. Первостепенная задача – точный замер длины и ширины объектов, в помощь археологам, GPS-приемник и простая измерительная рулетка. Сколько? Да. 3,20. Данный объект находится на седьмом километре от основной трассы в селе Багбаран. И хотим точно уже зафиксировать на GPS-приемник, снять все параметры. Может быть, мы также зафиксируем что-то новое, какие-то новые объекты, которые Юрий Николаевич Воронов не смог или не нашел по каким-то причинам и не смог занести в свои схемы. Эти работы ведутся в рамках научного проекта «Тайны Великой Абхазской стены» при поддержке фонда Амшера. Старт проекту был дан в начале лета и сейчас первый этап, который заключается в прохождении и замере всех известных объектов исторического памятника от Келосура до Туарчала. Почему до Туарчала? Потому что на сегодняшний день только благодаря исследованиям Юрия Николаевича Ворона было установлено, зафиксировано, что стена доходит до этого района, а дальше, как предполагается, до реки Ингура. И о чем говорил в своих исследованиях Иосиф Адзенба, стена не зафиксирована и точно не установлена, была ли она там, либо не была. Это мы и хотим проверить, пройдя этот маршрут от и до. Направление Великой Абхазской стены и локализацию всех башен уже пробовали до нас отмечать. Помимо Юрия Воронова, Галина Требелева совместно с местными археологами делала эту работу. Однако ее выводы несколько отличаются от наших. И поэтому, чтобы иметь свою независимую точку зрения, которая опирается на достоверную информацию, мы решили, что должны пройти самостоятельно этот отрезок. Мы начали проект в начале этого лета. Он финансируется фондом Амшра, за что мы выражаем большую благодарность, потому что без их поддержки ничего бы не получилось сделать в рамках задуманного нами. Основная задача отмечают археологи исследования исторической постройки, установления точной даты ее возникновения и изучения особенностей строения. Эту информацию даст второй этап проекта – археологические раскопки, которые будут проходить в трех разных локациях. И третий этап – это теоретическая часть, камеральная работа, то есть обработка полученного материала, публикация научных статей. Мы планируем публиковаться и участвовать в конференциях международного уровня, таких как крупновские чтения, которые на Северном Кавказе проходятся. Заснять редкие кадры исследовательской работы в Абхазию приехала фотограф-документалист из Германии Ксения Кулешова. По словам девушки, с 2015 года она готовит фотопроект об Абхазии. Это была моя выпускная работа, бакалавр. И эта работа уже выставлялась в Германии в марте этого года, целый месяц. Но я решила продолжать проект, и в прошлом году с горной Абхазии мы чистили крепость Сабал. И я знаю, что ребята делают очень важное и нужное дело, и я с удовольствием присоединилась сегодня в поиске новых кадров для моей работы. А эксклюзивные кадры – одно из самых загадочных постройок Абхазии, судя по всему, будут отсняты, отметила фотограф. Об этом историческом объекте известно одновременно и много и мало. Считается, что Великая Абхазская стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской. Даты ее постройки до сих пор неизвестны точно. Временной отрезок, по версии различных историков и археологов, от VI до XVII века. И, к сожалению, с каждым годом Великая Абхазская стена оставляет о себе все меньше данных. Мы также фиксируем утраты объектов культурного наследия, в частности, именно Великой Абхазской стены. Это башни и стены. Уже после исследования Юрия Николаевича Ворона в 80-х годах нами было зафиксировано, что большая часть объектов на этом узле тоже разрушились по многим причинам. И в советское время делали какие-то сельскохозяйственные угодья, камни были разобраны. И река Акиласур – это сейчас тоже такая проблема стоит. Река Акиласур подмывает несколько объектов Великой Абхазской стены, которые расположены выше. Она прям с каждым годом разрушает эти башни. Проект «Тайны Великой Абхазской стены» продолжается. По словам археологов, полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года. Вышла в свет книга «Абазинские материалы». Издание подготовили Зураб Джапо и Петр Чекалов, которые работали над ним с 2007 года. В первой части книги представлены уникальные материалы абазинского фольклора, научные записи выдающегося российского кавказоведа, лингвиста, этнографа, историка и фольклориста Анатолия Генка, осуществленные им в 1929 и 1933 годах. Тексты публикуются впервые в трех позициях в современной графике абазинского языка, в жанровой классификации и, что самое существенное, в оригинале. Во второй части сборника приводятся неизвестные или малоизвестные материалы, бескомпромиссные живые документы, освещающие историю научных изысканий Генка по абазинскому языку. Книга адресована кавказоведам, лингвистам, антропологам и всем интересующимся проблемами духовной культуры кавказских народов. Министерство образования и науки Абхазии совместно с Фондом социального страхования и охраны труда организует летний детский оздоровительный лагерь Ажейпча. Как сообщил Абстный пресс, руководитель пресс-службы Минобразования и науки Аслан Кутелия, лагерь расположен на территории Рицинского реликтового национального парка. Это современная база отдыха и оздоровления для учащихся общеобразовательных школ страны. Его организуют уже второй год и планируют сделать ежегодным. В этом году в Аватхаре смогут отдохнуть более 250 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Каждый поток, а это 40-50 человек, будет находиться в горах 7 дней. В лагерь направляются дети по спискам районных управлений образования. Прежде всего, это школьники, проявившие себя в течение года как отличные ученики, спортсмены или победители Олимпиады, также из многодетных семей. Кавказский заповедник восстановил популяцию зубров, увеличив численность животных за последние два десятилетия в 5,5 раз до 1100. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев. «Главное наше достижение в том, что у нас увеличилось поголовье животных. Если 30 лет назад зубров было 1350, а к концу прошлого столетия из-за варварского истребления осталось около 200, то сегодня их вновь более 1100 особей. И все говорит об их благополучном существовании в заповеднике». То есть на сегодня популяция зубров повторно полностью восстановлена. Цитирует Шевелева ТАСС. По мнению директора заповедника, еще одной важной задачей учреждения является организация быта для сотрудников. И вновь возвращаясь к теме погоды, а если быть точным, не погодой. В Сочи вновь объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о ливнях с грозами, шквалистом ветре, угрозе формирования смерчи над морем и опасности подъема воды в реках, сообщает Сочи-24. По информации синоптиков, в течение двух дней, 18 и 19 июля, на территории курорта ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. На участке Магри-Веселая имеется опасность формирования смерчей над морем, говорится в сообщении на сайте администрации города Сочи. В последние дни в Сочи наблюдаются сильные перепады погоды. Ливень, обрушившийся на город, 16 июля затопил несколько улиц Адлерского района. Село Веселое и стал причиной нескольких аварий. Кроме того, из-за непогоды были сбои в движении железнодорожного транспорта. И в завершении выпуска прогноз погоды в Абхазии. Как сообщают синоптики, в пятницу 19 июля в Республике Облачно с ночи и до второй половины дня временами дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 23, днем до 29 градусов. Температура морской воды 25 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»